Ирина Логинова Она обладательница коллекции старинных сарафанов и домашней утвари. Женщина более 18 лет занимается изготовлением кукол, которые не раз на всероссийских конкурсах получали заслуженные награды. В ее арсенале хранятся куклы тильды, чердачные, текстильные и вязанные. Как признается мастер, самые любимые из них – народные. В общем-то, приготовила я сегодня куклу, народную куклу, столбушку. Эта куколка называется «Кукла на замужество». И, в общем-то, ее делают для того, ну, молодые, конечно, девушки старались сделать для того, чтобы, наверное, выйти замуж. Это такая вот магическая кукла, кукла магическая, можно сказать, да, для приручения женихов была сделана. Могу немножечко рассказать о том, что вот это, в общем-то, получается, что куколка, она сделана из такого наряда без рук. Да, без рук. Почему? Потому что хотелось бы всегда выйти замуж, очень, как бы, не сказать, чтобы счастливой, наверное, в замужестве быть, да, вот. И чтобы муж на руках носил, муж был с руками, как говорится, да, и чтобы меньше бы дел было, да, для женщины. И тогда вот ей делали вот ее как раз без рук. А вот семь нарядов, которые одеты вот здесь, вот куколки, да, это говорилось о том, что она вот все лучшее сразу, только вот наряды свои вот она вот все лучшее, сразу одела и пошла. В основе такой куклы лежит столбик. Если мы берем деревянные поленцы, то лучше всего выбрать березу. Считается, что это самое женское дерево. Раньше березовые ветви участвовали в защитном ритуале при строительстве дома. Их вгоняли в стены конюшни для защиты скота, а полено закапывали под порогом. Ветки березы, вогнанные в землю по краям поля, обеспечивали хороший урожай и его защиту. Люди окружали себя березами. Их высаживали возле дома по случаю рождения девочки, так как это дерево символизировало собой женское начало, а значит, на магическом уровне защищало и оберегало семью, как мать оберегает свое дитя. И мы с вами будем делать вместе следующим образом, чтобы придать кукле тельце, а у нас, значит, всегда старались девушки одевать побольше, наверное, одежи. Почему? Потому что худосочные, наверное, тогда не очень ценились, ценились больше народные женщины. И, в общем-то, мы сделаем тело ей побольше. Значит, для этого я приготовила вот такие лоскутки. Значит, одну вам, а другую себе. Значит, и мы делаем скрутку. Хочу сказать вообще про народные куклы. Они в основном делались сразу такими тремя способами. Или это скрутка, как мы сейчас делаем, или это узелковая кукла, или в виде мешочка. Кукла-скрутка – оберег настолько древний, что сейчас никто не в силах сказать, кто и где впервые скрутил тряпичную куклу. В каждой русской семье умели крутить не менее 30 разновидностей. И были они игровыми, обрядовыми и обережными. Туго-туго заворачиваем. Старайтесь, чтобы с одного края, где будет стоять куколка, было ровнее. Ровненько так, чтобы она была устойчивая. Чтобы не выставлялась ткань. Да, ткань, чтобы не выставлялась. Аккуратненько. Пробуйте так, чтобы оно вот здесь, вот с этого края, где она будет стоять, в общем-то, ровно легла. Вот, получился у нас такой столбик. Столбушечка. Основу такой куклы перематывали красными нитками. Красный цвет символизировал любовь и новый период жизни девушки. Не случайно на Руси свадебные наряды шились из красной ткани. Мы закрепляем вот так вот пальчиком и закрепляем следующим образом. Вот так вот. Держим. Раза на три от себя. Раз, два и три. Вот, что получилось у нас. Дальше переходим. Переход делаем посередине. Вот сюда. Раз, два и три. Вот, что получается у нас. Так, куколку мы, наверное, вот здесь вот уберем пока, чтобы она нам не мешалась. Три. Так. И прям по количеству, да? И опять вот здесь, вот, да, вот здесь. Теперь на три раза, в общем, получается у нас кукла поделена. На три раза. Ножки. Туловище. Туловище. И голова. Ну, примерно вот это все делается. Вот эта часть делается. Теперь смотри, получился вот крестик. Вот получаться крестик, если мы пойдем обратно. Так, раз. Так, здесь залитошечку сделаем. Два и три. Получился крестик. Раз, два, три. Это обережные кресты такие получаются. После того, как основа куклы готова, делаем будущей красавице голову. Вы когда-нибудь задумывались, почему у народной куклы нет лица? Традиционная тряпичная кукла безлика. Она считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил. А значит, и безвредна для хозяйки. Она должна была принести ей благополучие, здоровье, радость. Для этого нужна такая вот нам лязь. Немножко она вот такая, небеленная называется. И мы выполним голову. Я сейчас делаю таким способом, чтобы немножко головка была вот такая вот она. Приятная. Да, да, приятная вот щечки, чтобы такие были, да. Иногда даже делаю румяна. Румяна прям беру и щечки делаю румяна. Значит, смотри. Значит, голову немножечко, да, мы делаем вот так, берем комочек. И просто-напросто ищем лицо, где вот эти кресты, да, накладываем. Накладываем. И вот этой вот тканюшкой тоже оборачиваем. Так. Получается? Вот что получилось. Все складочки, складочки уводим сзади. Уводим. Вот так красиво, чтобы было. Вот. Увели все. Вот получилось такое красивое личико. Все закрепляем нитками и приступаем к головному убору. Красный, чтобы был яркий, чтобы издалека было видно. Значит, как мы накрываем? Мы накрываем лоб. Прикрываем вот таким следующим образом. И обматываем вокруг шеи. Вот на два раза. Свернули. И красиво накладываем на лоб. Ну, как вот у меня лоб прикрыт, так и здесь прикрыта будет вот эта часть. Девушки молодые могли ходить, конечно, без головных уборов. Но мне кажется, что с головным убором вообще красиво получается. Получается. Не просто волосец. Когда головной убор готов, нужно куклу одеть всем одежек. Еще такой вот момент интересный. Когда одеваем, мы должны для себя говорить, какой должен у нас быть сужей. То есть, говорить, например, умный, чтобы был. Да, ну какой? Аккуратный. Может быть. Деловой. Частицы лучше не употреблять. Там не пил, не курил, там туда сюда. Лучше трезвенник сказать. Или бизнесмен и так далее. В общем, получается так, что мы ее ходили. Аптитута сравнивали. Вот 7 самых таких интересных моментов. Вспомни, какие мужчины красивые, хорошие могут быть. Придумай себе. И вот одевай и говори. После того, как воротнички по желанию готовы, куклу наряжаем в красивую юбку. Накладываем раз и два. Наложили. И вот теперь ощутили, где вот у нас серединка? Здесь надо будет что делать? Перетянуть. Перетянуть. Давай. Раз. И складочки, да? Да, и складочки по всей длине, чтобы были красивые. Юбочку перевязываем и расправляем. Для пышности можно добавить еще один слой ткани. Украшаем куклу-скрутку расшитым передником. Все то же самое. Налить супока. Угу. Вот так. А потом здесь перевязываем по линии талии. Перевязываем по линии талии. Можно какой-то сплести ей и поясок, в принципе. Когда все готово, на голову куклы одеваем платок. Наши предки особенно внимательно относились к головному убору. Ведь задача у куклы была привлечь внимание, приманить суженого. Поэтому и ткань мы выбираем яркого цвета. И вот тебе и мне. Так, загибаем вот здесь вот, да? Угу. И чайца вот такая вот у нас. И красиво одеваем. Все такие куколки у нас получились. Елена, спасибо тебе большое. Такое прям душевное удовольствие я сегодня испытала. Думаю, эта куколка принесет мне удачу, счастье. Я думаю, вообще будет очень хорошо. Она у тебя смотрится на столе. И может быть на компьютерном, а может быть на окне. И обязательно принесет тебе удачу. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok